Слова на Евангелие от Марка 2 глава 9 стих. Действительно, что легче сказать? Исцелить неисцелимую болезнь или отпустить грехи? То и другое рано невозможно для собственных сил человека. В том и другом случае одинаково потребна Божественная сила Искупителя нашего. Он воскрешает мертвых и живит одним Божественным Словом Своим. Тем же Словом воскрешает и духовных мертвецов, очищает и оправдывает грешников. И узнаете, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи людям. Эту Божественную власть, 10 стих, столь необходимую для грешников. Господь не взял с собой на небо, Он оставил ее на земле. Верил под обострастным нам человеком. Примите Духа Святого, говорит Он о святым апостолах, посылая их на проповедь Евангелия. Кому отпустите грехи, тому отпустятся. На ком оставите, на том останутся. Иоанна 20, 22 стих. Как во время земной жизни приходившие к Нему грешники с покаянием получали прощение грехов от одного слова Его «Чада, отпускаются тебе грехи», так и ныне каждый, приходящий с покаянием к престолу благодати, обретает прощение грехов своих от одного слова служителя Христова «Чада, отпущаются тебе грехи». Аминь, говорю вам, уверяет нас сам Господь. Если что свяжете на земле, то будет связано на небе. И кому отпустите на земле, тому отпустится на небе. Матфея 18, глава 18 стих. О, чудо милосердия и человеколюбие Божие! Восклицает при всем святой Златоуст. Господь утверждает приговор рабов своих, и слово, произнесенное на земле, подтверждается и запечатлевается на небе. Так бесконечно благ нам Господь и Судья наш, что Ту не дарует нам прощение грехов, которые купил Он ценой Своей крови, тяжкими страданиями и крестной смертью. Теперь одно слово – согрешил ко Господу, и Господь отъемлет беззаконие наши. Теперь каждый только глаголит «беззаконие Твоя» и оправдается. Но, братья, сия незреченность нисхождения Божия, сколько утешительно для нас, столько же и с другой стороны внушает нам и спасительный страх. Чем легче и удобнее может получить прощение грехов, тем безответнее будет, когда явится на Суде Божьем неоправданным. И что скажем в оправдании свое? Извинимся ли недостатком времени, но мало ли времени для покаяния, проведшему 10 лет жизни, тогда как для истинного покаяния нужен только час. Разбойник и в краткое время страданий крестных успел исповедаться и наследовать рай. Сошлемся ли на какие-либо препятствия или на обременение делами житейскими, но разве могут быть такие препятствия, которые не дали бы возможности пойти в Храм Божий и исповедать грехи свои? Разве есть дела важнее дела спасения? Так сугубо достойны будем казни, как за содеянные грехи, так и за то, что не воспользуюсь благодарованным средством к списанию прощения грехов. Чем легче и удобнее может получить прощение грехов, тем преступнее нерадение наше о покаянии. Оставаться во грехах, когда готовы для нас прощение и помилование. Не есть ли крайняя неразумие и жестокая неблагодарность к Искупителю? Бог бесконечно милостив к нам, а мы презираем Его благодеяния. Благодать Божия толкает по временам в двери сердца нашего, то глазом совести, то вразумительными обстоятельствами жизни, то посещением бедствий и скорбей. А мы подобных внушений не чувствуем. Думаем ли, что долготерпению Божию не будет конца, и что им можно воспользоваться всегда по собственному своему произволу? Правда, покаяние никогда не поздно до последних минут жизни. Но может ли надеяться на милосердие Божий тот, кто во всю жизнь злоупотреблял ими? Мирная христианская кончина жизни с добрым исповедованием грехов есть дар Божий, который заслуживается добродетельную жизнью и благовременным раскаянием во грехах. А за гробом уже нет покаяния, там торжество правосудия, а не долготерпение и милосердие. Чем более является нам Господь в Своем милосердии, тем осторожнее должны мы вести себя, чтобы по получению прощения не оскорблять опять своего Владыки и Господа новыми грехами. Как нам не быть благодарными Искупителю нашему, который через таинство покаяния спасает нас от вечной погибели, исторгает нас из челюсти адовых, усыновляет Отцу Своему Небесному, соделывает наследниками Царствия Божия, участниками славы Своей, спасает нас на престоле Своем. Что же делаем после того, тот, кто и приходит к таинству покаяния без намерения исправления и отходит без решимости оставить по помощи Божьей исповеданные грехи и еще возвращается к ним прежним беззаконием. Злоупотребляет он долготрепением и милосердием Божиим. Примилосердный Господь, не хотящий смерти грешника, да сохранит нас от страшной участи грешников нераскаянных, да возбудит нашу совесть от сна греховного, да живит ее своей святой ревностью к исправлению своей жизни, да даст нам прочее время жизни нашей в мире и покаянии скончать, окончить. Надежда на долготерпение и милосердие Божие, да не будет нам поводом к нашей беспечности. Напротив, более и более будем возбуждать себя к истинному покаянию и исправлению. Аминь.